здравствуйте с вами марина ркальна значит вас ждет порция практических дачных советов присоединяйтесь какие сейчас основные работы мы проводим на даче ну во-первых вы помыли бассейн сушим и будем отправлять на хранение какие-то культуры с грядок мы уже полностью убрали а значит их заправляем и 7 сидератов и конечно же мы должны с вами хорошо обработать сад а еще я не успеваю отмахиваться на участке огромное количество осенью мух мышкары из хороших новостей для меня шикарный урожай крупные облепихи плохие новости что это надо собирать третья декада сентября в общем то уже такая хорошая осень дачный сезон подходит к концу но сегодня я вам буду показывать что на данный момент есть на моих грядках у меня несколько грядок с перцем здесь все просто ломится от урожая жалко нельзя оборвать все листья чтобы это вам показать мы сейчас берем и посмотрим практически 400 граммов каждый плод смотрю на неделю вперед прогноз погоды неплохо все у нас будет поэтому зеленые перцы пока оставляю на кустах а уже через неделю решу но что делать однозначно буду это давать подкормку и подкормка у меня будет необычная дело в том что в составе удобрения которые я буду использовать есть бактерии причем очень бактерии эффективные сильные с высоким титром на грядках на которых мы сняли урожай мы их заправили обеззаразили посели сидерат и там все хорошо когда урожай как говорится до первого снега остается на грядках то времени нет чтобы работали бактерии поэтому вносить эти бактерии и питание нужно под культуры когда они еще растут на грядках буду использовать концентрат это разработка новосибирского института не один раз вам уже показывали и самое главное что нужно всего лишь один миллилитр на один литр воды если почва на грядках сухая то предварительно полейте а уже потом давайте удобрение так эффективнее и более экономично расходуется рабочий раствор как же мне красиво а еще конечно очень очень вкусно потому что здесь растут элитные черри оранжевый черри лямур олеся это просто конфетки но и ваше благородие какой же он красивый конечно же я всегда строю планы на новый дачный сезон например хочу сделать очень высокие шпалеры белого цвета и вот на их фоне вновь хочу посадить томаты черри это будет очень красиво конечно много томатов которые уже окрасились но и зеленых огромное количество вот эти томаты я очень давно не кормила и если у вас сейчас на грядках или скорее всего в теплице есть овощи которые нужно немного подогнать то вы можете взять любую осеннюю смесь сделать настой и дать жидкую подкормку дело в том что в осеннем удобрении как раз таки находятся те элементы питания которые ускоряют созревание то есть не нужно покупать ничего нового ничего особенного прямо на грядку я сегодня поставлю несколько емкости возможно это будет какая-то одна большая бочка литров на 40 и вот туда я засыпаю удобрение настоять нужно сутки если это смесь и под каждое растение в зависимости от его роста нужно вылить где-то один либо два литра готового рабочего раствора и таким осенним настоем сейчас старайтесь подкормить самые не зимостойкие культуры это розы абрикосы ежевико брокколи фиеста ремонтантный гибрид я уже не знаю сколько лет мы это показываем и рассказываем согласитесь удобно один раз весной высаживаешь рассаду причем делаю я это в ранние сроки где-то 26 апреля в эти грядки под нетканый материал затем мы в июне снимаем одну крупную головку делаем хорошую подкормку и на пасынках до конца сезона мы снимаем вот такой урожай у меня всего растет четыре растения брокколи но мы даже уже успели ее на морозе все грядки у меня находятся под слоем мульчи здесь сено и кормлю я брокколи каждые 10 дней небольшими порциями урожай у нас созревает хороший и регулярно летом я еще добавляла гранулированное удобрение но сейчас осенью стараюсь использовать жидкие подкормки потому что стали считанные теплые дни и совсем немного времени до окончания сезона а урожай дополнительные конечно же получить хочется причем брокколи будет плодить до первых заморозков и даже чуть больше если грядки накрыть нетканым материалом у меня нетканый материал плотностью 90 я конечно брокколи накрою здесь есть основные элементы питания продукт обогащен дополнительно микроэлементами филатные доступны для растений форме что важно но еще важнее что здесь более 40 аминокислот аминокислоты моментально загоняют питание в растения в почве конечно же питание много учитывая что там работают бактерии есть муча 10 миллилитров на 1 литр воды и не забывайте что даже осенью в любые подкормки можно и нужно добавлять бактерии чтобы одновременно мы с вами подавляли рост патогены микрофлоры и содержали плодородие на высоком уровне за один сезон я снимаю несколько урожаев цветной капусты то есть выращиваем ее практически непрерывно если вы хотите тоже повторить это то лучше всего выбирать супер ранние гибриды например такой гибрид как white exo но если на грядку с white exo вы например посадите с миллу то с разницей в 10 дней с одной грядки вы снимете еще один урожай рассаду брокколи несложно вырастить в домашних условиях потому что в отличие от белокочанной капусты брокколи толерантна к высоким температурам цветная в том числе на эту грядку я капусту высаживала в разные сроки и рассаду разного возраста рядом вообще капуста высажена совсем недавно то есть в октябре хочу снять урожай до буду накрывать нетканым материалом давайте снимем урожай а еще цветная капуста мне любит жару если у вас не получается урожай летом то пробуйте урожай осенний и что хорошо осенью практически нет вредителей я ни разу ее не обрабатывала еще раз вам напомню что цветная капуста очень любит такие микроэлементы как бор и молибден если у вас почва легкая а у меня такая то бор вымывается очень быстро приходится дополнительно подкормить вообще в принципе получить классный урожай цветной капусты без высокой агротехники не получится также вы должны знать что цветная капуста любит регулярный полив по сути почва всегда под ней должна быть умеренно влажно поэтому либо толстый слой мульчи либо капельный полив и показываю вам очередной вариант подкормки которую вы можете с успехом использовать здесь находятся бактерии ботилосубтилис энтерококус но также здесь и есть питание макро и микроэлементы здесь хилатированы продуктами жизнедеятельности бактерий молибден здесь есть а еще витамины группы b аминокислоты и янтарная кислота и этот продукт я тоже буду использовать при выращивании зимнего огорода 75 миллилитров на 10 литров воды капустные грядки я предварительно полила кабачок в кашпо продолжает нас радовать урожаем вернее это цукини я больше люблю в молодом виде цукини более нежный напомню что здесь кабачок растет на ионитном субстрате урожай баклажанов пока тоже есть нужно уже полностью убрать урожай свеклы но пока не хватает времени обязательно сделаю это в выходные пока просто беру для еды у меня прям какая-то сказка про репку не получилось выдернуть корневой сельдерей попробую выкопать корневой сельдерей albin оказался очень тяжелым я сейчас делаю приправу для первых блюд в электросушилку отправляем лук порей петрушку укроп также туда пойдет сельдерей причем можно сушить как клубе нарезать тоненько также и зелень корневого сельдерея можно отправлять в приправу а еще режу перец болгарский и томаты чтобы существенно сэкономить на семенах декоративных растений и на покупки рассады стоит собрать свою универсальную коллекцию это растение по сути домашние которые на участке прекрасно себя чувствует в принципе они перед вами вы можете на них посмотреть перед тем как срезать черенки растение нужно хорошо подкормить и не один раз обработать от вредителей и не забудьте что еще нужен аккрицид чтобы справиться с клещом для черенкования некоторых культур потребуется парник который можно сделать из прозрачного высокого пластикового контейнера в крышке нужно проделать отверстие для воздуха обмена грунт нужен очень легкий я смешиваю торф и перлит в равных пропорциях ну и конечно нужно питание в обедненном легком грунте хорошо появляется корневая система но когда корни уже подрастут потребуется питание и вот в данном случае очень хорошим вариантом будет использование ионитного субстрата составе которого есть смесь углеродных материалов которые защищают от грибковых заболеваний в данном случае нам нужно чтобы не было корневых гнили хорошая профилактика и очень большой плюс что питание в этих гранулах как бы запечатано и извлечь его могут только корни в результате ионного обмена поэтому переизбытка питания который плохо сказывается на укоренение здесь не будет ну и в дальнейшем конечно удобно нам не нужно будет делать никаких дополнительных подкормок именно в этом ионитном субстрате питание рассчитано на один год грунтом рыхлым нужно заполнить стаканчики в зависимости от черенка стаканчики беру либо пониже либо высокие алисуум вегетативный снова принцесс из семян его вырастить к сожалению нельзя поэтому каждый год берусь в очеренке и на всякий случай возьмем черенки из дихондры в принципе каждый год я заново сею семенами но иногда с не бывает дефицит иногда они не всходят и плюс еще я отрежу чуть позже вот эти лиана положил на салфетку здесь вызовет семена план действия такой в один горшочек я буду сажать по несколько черенков дихондры и алисума деревянной палочкой делаю отверстие затем кончики черенков смачиваю в воде в средстве для лучшего укоренения сажаю и землю прижимаю затем польем дихондру сажаем прямо пучком в одну лунку в высокий стаканчик контейнер заберу домой нужно следить за влажностью если что опрысните сильно не переувлажняйте иначе сгниют контейнер будет стоять у меня на греющем коврике под фитосветильником со своего участка надо по максимуму сохранить на зиму все витамины плантация щавеля растет она здесь мне кажется где-то около шести семи лет если щавель постоянно срезать не давать уходить ему в стрелку то вы будете всегда с урожаем сочной зелени напротив растет мята сорт не знаю но невысокая что мне нравится и ядреная прям сильно пахнет ментолом тоже буду собирать для чая щавели отправьте в морозильную камеру классный пирог на самом деле получается зимой даже из замороженной зелени просто в начинку добавляйте крахмал ну и конечно сахар щавель также можно заморозить целиком не нарезай и можно завакуумировать один пучок готов и это только малая доля того что предстоит собрать большинство дачников знает что зеленые культуры ни в коем случае нельзя кормить минеральными удобрениями потому что там много азотов зелень растет быстро и накапливает нитраты но тем не менее мы не можем совсем зелень оставлять без питания особенно если мы хотим с вами постоянно срезать зеленую массу я люблю под зеленые культуры периодически подкладывать компост собственного производства но если его нет то можно взять готовый в магазине настой верми компоста верми компост либо биогумус это продукт который получен в результате переработки навоза крупного рогатого скота калифорнийским червем но будьте осторожны потому что в магазине подчас вот эти вытяжки дополнительно обогащает чтобы вы увидели от них какой-то колоссальный эффект и например могут добавлять туда порцию минерального удобрения как это понять откройте бутылочку и понюхайте если вы чувствуете резкий запах аммиака то там минеральное удобрение использовать это не стоит на своем участке и вот такие вытяжки сейчас нам с вами понадобится чтобы выращивать урожай и зелени и овощей в зимнем огороде и также вот этот продукт хорош для того чтобы зимой немножко подпитывать комнатные растения осень это не повод для того чтобы не кормить любые растения потому что в зиму они набираются питания соответственно лучше будут зимовать будут лучше закладывать почки возобновления то есть все это скажется на урожая следующего года старайтесь чтобы у вашей почвы всегда было плодородие на хорошем уровне и в каждой программе я вам стараюсь напоминать про обработку сада если сад в этом году сильно болеет то без химических обработок не обойтись хотя бы однократно осенью но нужно ее провести и убеждаю вас использовать современные препараты чтобы не тратить время и средства лучше всего составить баковую смесь куда вы добавите препараты от болезни от вредителей и стимулятор но не всегда между собой какие-то препараты можно смешивать и вот чтобы не ломать голову можно купить готовый набор где уже все это вместе есть то есть три ампула очень важно до наступления устойчивых холодов успеть провести все обработки в своем саду конечно же в первую очередь мы обрабатываем плодовые насаждения также ягодные кустарники и об этом мы говорили в прошлый раз но мало кто обращает внимание на хвойные культуры а их в наших садах стало уже довольно приличное количество что у вас должно насторожить на хвойных растениях к примеру если побурело слишком большое количество хвои возможно это вредители пожалуйста загляните и внимательно осмотрите все ветки чтобы не тратить лишнее время нужно в одном рабочем растворе совместить препарат и от болезней и от вредителей ну и пожалуй самое важное эти препараты должны быть высокоэффективными современными у меня в руках как раз таки такой препарат широким спектром от заболеваний потому что в нем два действующих современных вещества и плюс препаративная форма микроэмульсия микроэмульсия хорошо растекается по растению не смывается дождями препарат сильно снижает риск повторного заражения и не повреждает хвою еще один препарат но уже от вредителей и также препаративная форма концентрат эмульсия два действующих вещества имидоклоприд и альфа-циперметрин у препарата есть системная защита то есть на длительное время и также есть вещество которое попадая на вредителей уничтожает его очень быстро то есть кишечно-контактное действие поэтому и такая высокая эффективность приготовьте перчатки очки обязательно защищаемся при помощи респираторы также нам понадобится качественный опрыскиватель который вы используете для химических обработок как все успеть это невозможно например подкормить осенними удобрениями за один день весь сад вряд ли получится поэтому каждый раз когда мы приезжаем на дачу уже начиная с конца августа и весь сентябрь какие-то культуры мы обязательно подкармливаем на этом небольшом участке растет смородина не могу сказать что мы ее очень любим и едим больших количествах но тем не менее для разнообразия хочется а еще хочется чтобы сорта были разные и поэтому когда места нет участок маленький можно сажать смородину два сорта в одну лунку просто при обрезке нужно оставлять меньшее количество побегов ну то есть примерно так же как если бы у вас рос один куст и пока кусты смородины не разрослись по краю грядки с двух сторон как уплотняющую культуру я посадила сельдерей карнивалбин еще у меня осталось прям совсем плохая рассада лука порей но думаю жалко выбрасывать дай посажу все равно на зелень пригодится но в принципе все выросло концу сезона смородина зачем-то решила капризничать и на окошку мы видим недостаток питания скорее всего это железный хлороз и конечно возникает вопрос на весну оставлять обработки или лучше сейчас и сейчас пока идет хороший фотосинтез все-таки лучше железо по листу дать до подкормки в весь сезон руки не доходили единственная обрабатывала ее от головы тли потому что листочки сворачивались но вот сейчас я и дам порцию осеннего удобрения причем это синий удобрения она универсальная то есть подходит практически для всех культур пожалуй не стоит добавлять под кисло любивые культуры то голубейка крупнолистная гортензия потому что есть там компоненты которые почву немного почелачиваю а вот если почва у вас на участке кислый это в принципе удобрение будет идеально в составе кроме различных видов мук но это обычно постная мука кровяная мука есть хатыницкий трепел довольно редкий компонент для удобрений и там есть бактерии то есть не нужно их вносить дополнительно инструмент называется лункообразователь подходит для посадки мелко луковичных растений и еще с помощью лункообразователь я делаю отверстие в зоне корней чтобы поглубже к корням дать питание на взрослый куст нужно взять примерно 200 грамм это один стакан смеси на маленький куст можно полстакана разбрасываю в прикорневой зоне рыхлю и поливаю ну Редактор субтитров А.Семкин